Глава четвертая Путь к первому Тенку был далек. Он лежал через Каранский тракт, что до войны связывал десятки городов Педантора. Еще несколько дней назад здесь бродили тысячи педанторцев. Теперь же дорога пустовала, и каждый ее метр сковывала безжизненность. Курта-Каролу грустно было смотреть на это. Грустно и больно лицезреть, как его великий народ, гордость вселенной, мчится со скоростью кометы в холодную бездну черной дыры. По пути ему и Арудору приходилось прятаться за скалами и руинами домов, чтобы не попасться на глаза патруля Мокара-Ордата. Боевые корабли проплывали мимо, спешили на бой с непокорными арокарцами. В небе то и дело вспыхивали ожесточенные сражения. Взрывы погибающих кораблей были похожи на мерцание звезд. Когда-то их вид успокаивал Арудора. Он любил смотреть в ночное небо в свободное время. Звезды напоминали ему дом, галактику Гантремельт, напоминали Кронансестров. Теперь же свет звезд был одним из немногих напоминаний о мирной жизни, о великом будущем, о грандиозных свершениях. Обоим было грустно, что с каждым мгновением эти напоминания все тускнили и тускнили по мере того, как ожесточались страшные бои. Так шли два путника и шли, пока внезапно не наткнулись на величественное полуразрушенное здание. Поначалу педандорцы даже не заметили его. Настолько сильно его искалеченный облик сливался со скалистой местностью. Но приглядевшись, Орудор вдруг заметил остатки гигантской статуи и тут же замер. Он потупил взгляд и обреченно уставился на руины. Они сражались до конца. Подавленно выдавил Орудор после гнетущего молчания и склонился над телом одного из педандорцев. Не захотели подчиниться? Орудор, мне жаль. Еле сдерживал эмоции Курта-Карул. Внутри смешались сразу десятки чувств. Боль, ужас, гнев, скорбь, отчаяние. Но самое страшное, что все это затмевало бессилие, гнетущее чувство обреченности. Педандорцы в тишине прошли дальше. Внутри все было еще хуже. То тут, то там им попадались застывшие в агонии тела судей и их помощников. Всех тех, кто еще когда-то был символом справедливости. Тех, кого уважали и ценили в каждом городе империи. Теперь же они были бесформенными кучами камней, статуями, живым напоминанием жестокости и великой трагедии. Когда оба зашли в главный зал, горе в дребезги разбило хрупкую чашу надежды. Все судьи были убиты. Их обезображенные тела лежали возле судейской ложи. Они оборонялись до последнего, пока смерть не забрала их с собой в холодную пучину космоса. Куртак Орол заметил, как Арудор склонился над одним из трупов и еле слышно прочитал молитву. Ирон пригляделся и узнал в убитом главного судью. На душу свалилась тяжкая кручина. Да упакует цвет Малеса его душу. Произнес Орудор и воздал последние почести погибшему другу. Парантар был одним из достойнейших педанторцев, что я когда-либо знал. Он чтил священный принцип и всегда защищал правду и добро. Я считал его справедливейшим из судей. А теперь его нет. В кого мы превратились? Куртак Орол. На любой войне первый всегда погибает правда. Поделился мыслями Куртак Орол. Даже если ее защищают достойнейшие из достойнейших. Парантар и остальные судьи выполнили свой долг до конца. Их жертва не должна быть напрасной. Он до последнего верил в нас, в каждого педанторца, что остался верен священной клятве. И мы не должны подвести его. Арудор молча согласился. Он поднялся и гордо выпрямился. Куртак Орол почувствовал, как в душе Ивара вспыхнуло пламя решимости, как в нем засветился дух победы, что был ярче тысяч квазаров. Арудор подошел к Куртак Оролу, положил ему руку на плечо и сказал «Мы найдем Тенку во имя тех, кого не пощадила эта война, во имя всех защитников Иварнона и Эрокара, во имя будущего педанторского народа». С этими словами Арудор раскрыл карту и продолжил путь по Каранскому тракту. Куртак Орол молча последовал за ним. Педанторцы не останавливались ни на мгновение. Они решительно шли вперед, обходя места схваток и боев, скрываясь от стекавшихся в педанторе с боевых групп мраала обороны. Они видели, как один за другим погибали в неравной битве последователей Недериков и Алворцев, как Малис, что струился по их телам, затухал от попаданий подданных у Карардата. И от этого путникам становилось невыносимо горестно. Несколько раз им приходилось скрываться от вездесущих патрулей, уничтожавших очаги сопротивления новой власти. После долгого пути карта привела их к давно забытому хранилищу. Здание напоминало гигантский купол, окутанный колоссальной скульптурой огромного чудовища, похожего на змея, из туловища которого торчали десятки острых шипов. Пасть с огромными зубами была широко раскрыта, голова напоминала огромный молот с заостренными концами. Скульптура тянулась вверх, будто желая поглотить все звезды на небосводе. «Похоже, мы на месте», произнес Арудор и опасливо осмотрелся. «Жуть какая. Неужели сюда до сих пор никто не добрался? Если добрались, то вряд ли ушли отсюда живыми», подметил Куртак Орол, указав на обезображенные останки педанторцев. «Они были здесь недавно. Смерть застала их врасплох. Что же их так?» Арудор осторожно прикоснулся к разорванному в клочья педанторцу. «Наверняка один из Тенку», предположил Куртак Орол и посмотрел на вход в хранилище. Тьма навевала чувство тревоги. Тысячи жутких образов мерещились в ней. Куртак Оролу даже показалось, что из темноты раздается чей-то голос. «Похоже, иного пути у нас нет», словно прочитал мысли соратника Арудор. «Вы готовы, Куртак Орол?» «Да, Арудор». Кивнул Эрон и направился внутрь. Эвар молча последовал за ним. Внутри царила мертвая тишина. Лишь эхо далеких битв изредка пробивалось сквозь оборону безмолвия. Зал напоминал поле боя. Тела педанторцев лежали всюду. На стенах виднелись огромные страшные рубцы, будто бы их оставил крошечный метеоритный дождь. Длинный след опутал гладкий каменный пол, оставив страшные рваные борозды. «Вы тоже это видите?» С тревогой в голосе спросил Куртак Орол. «Да, пока Малис еще горит в моих глазах», подтвердил Арудор, прикоснувшись к трупам. Он заметил на теле нескольких педанторцев отметину мрала обороны. «Это люди у Карардата. Не повезло им. Что же могло учинить такую бойню? Рискну предположить, что это был один из Тенку», поделился мыслями Куртак Орол. «И ему очень не понравилось, что к нему нагрянули непрошенные гости. Где живо?» задался вопросом Арудор, пробираясь к центру зала. «Я бы не очень хотел знать ответ на ваш вопрос и разделить участь этих бедолаг», признался Куртак Орол. Чем дальше путники пробирались внутрь, тем больше обезображенных тел они встречали на пути. Стены были испещрены следами попаданий магмопушек. На полу были разбросаны останки вековых скульптур. Вскоре педанторцы достигли центра зала. На постаменте стоял алтарь, в центре которого на крошечных скалах покоился тетрайдер. Артефакт заполонили тысячи витиеватых символов, которые соединялись в причудливые узоры. «Похоже, это то, что нам нужно», промолвил Куртак Орол. «Тут что-то написано. Орудор, сможете прочитать? Я попробую», ответил Эвар. «Так, здесь написано лишь тот, кто истории знает конец, получит в дар великий ларец. Что это значит? Не знаю», задумался Куртак Орол. «Хотя догадываюсь, что она как-то связана с Куратан Ритом, но ведь с ним связаны тысячи историй», воскликнул Орудор. «Он величайший правитель нашего народа! Что-то подсказывает мне, что если возьмем его сейчас, быстро уйти не получится», сказал Куртак Орол. «Иначе присоединимся ко всем этим несчастным. Выбора не остается. Может, я возьму?» предложил Орудор. Куртак Орол решительно отверг предложение Вара. «Нет, если вдруг что-то случится, кто-то из нас должен продолжить путь. Вы более опытный, Орудор. Вам идти дальше». Эвар молча согласился. Куртак Орол собрался с духом и взял таинственный артефакт. Тут же по потолку поползли трещины. Оба услышали, как наверху раздался чудовищный скрежет, как страшный рык огласил пространство вокруг. Петандурцы испугались и огляделись. Не прошло и нескольких мгновений, как нечто пробило потолок и с чудовищным грохотом рухнуло на пол. Удар был такой силы, что Куртак Орол и Орудора отбросило назад. Они еле успели увернуться от массивных обломков купола. Поднялся стол пыли. «Куртак Орол!» раздался голос Орудора. «Ты цел? Да!» оклемался Ирон и поднялся с земли. Он сделал из руки магма пушку и навел ее на место падения купола. Вдруг он увидел, как чья-то тень показалась во мгле. Куртак Орол испугался, навел пушку и приготовился стрелять. Чем больше закипали ярость и страх внутри Ирона, тем ярче светился заряд внутри пушки. Вселенная наделила каждого педанторца таким даром, чтобы помогать своим сыновьям выживать в суровом космосе. Сквозь гнетущую тишину послышался металлический скрежет. Вдруг Куртак Орол заметил, как в дымке позади Арудора загорелись огромные оранжевые огоньки. Они будто бы смотрели в душу, закрадывались в самые отдаленные уголки сознания. «Арудор, осторожно, сзади!» Только и успел выкрикнуть Куртак Орол, как чудовище раскрыло колоссальных размеров пасть, полной огромных острых зубов, издала оглушительный рык и бросилась на Эвара. Арудор только успела вернуться, как огромные челюсти сомкнулись на его ногах. Эвар пытался выбраться, осыпая монстра шквалом огня, но попытки были тщетными. «Держитесь, Арудор!» Воскликнул Кортак Орол, несколько раз выстрелил по голове чудовища и побежал на выручку товарищу, но едва он приблизился к нему, как мощный удар хвоста откинул его в стену. Страшный грохот потряс хранилище. Казалось, что все здание вот-вот рухнет. Кортак Орол оклемался и встал на ноги. Чудовище обвило хвостом Арудора выпустило из туловища огромные острые конечности и наклонилось к Кортак Оролу. Оранжевые огоньки оказались глазами, их свет озарил огромную голову с десятками острых шипов. Кортак Орол понял. Это был один из Тенку. Так, так. Снова я вижу смельчаков, решивших, что Тарванат будет легкой добычей. Глубоким басом промолвил Хранитель. Что ж, вашей смелости можно лишь позавидовать, равно как о глупости. Ты Хранитель Тенку? Спросил Кортак Орол. Верно. Ответил Исполин. Мое имя Тарм. Откуда ты знаешь? Мне поведал вашу историю Коратанрид. Признался Кортак Орол. Он велел нам найти каждого из вас. Сказал, что вы охраняете нечто важное. Да, это так. Загадочно ответил Тарм. Но просто так с Тарванатом вы не уйдете. Я отдам его, если отгадаешь мою загадку. А если нет? Спросил Кортак Орол. Тогда здесь станет на два мертвых педанторца больше. Усмехнулся Тарм. Эрон задумался и украдкой бросил взгляд на Арудора. Тот уже оставил попытки выбраться и лишь одобрительно кивнул. Ураган сомнений охватил душу Кортак Орола. Ставки были высоки как никогда. У нас нет другого выбора. Подумал педанторец, мысленно попросил помощи у кальеные камтры и промолвил. Я принимаю вызов, о великий Тарм! Смелое решение, педанторец. Во взгляде хранителя промелькнула искорка азарта. Тогда слушай внимательно. В тот день, когда звезды скрылись за горы, когда поутихли в народе большие раздоры, верховный мраал решил прогуляться и в спор очень жаркий вступить попытаться. Бродил и бродил он, искал и искал, но в пути педанторец встречал лишь скал. А скал недовольный от тех, что пытался его переспорить. И вскоре один он остался. Уставший мраал ушел от стен града. Нигде с ним поспорить не были рады. Но вот в час отчаяния увидел он свет. Нашел он того, что дал бы ответ. Противник был мудр, перечить не смел. Был столь он искусен, хитер и умел, что бедный мраал решил замолчать и больше обет никогда не снимать. Молчал и молчал он, летели часы и пылью покрылись вселенной дары. молчал и противник, но тут наконец не выдержал тот, улыбнулся хитрец. Что за противника встретил мраал? Что за победу он в руки забрал? Лишь тот, кто ответ на вопросы и найдет, великий подарок тот час опретет. корта корол впал в ступор. Растерянность охватила его рассудок. Он принялся перебирать всевозможные варианты, но ни один из них не подходил. Трудер, карствар, может это вообще уцелевший крон ансестер? Нет, глупости. Поторопись, бедонторец. Раздался металлический голос. Корта корол увидел, как Тарм сильнее сжал Арудора и поднес к пасти, полный острых зубов. Как только я ударю хвостом три раза, вы останетесь здесь навсегда. Корта корол был в ужасе. Он посмотрел на Арудора. Тот уже смирился со своей судьбой и приготовился принять смерть. Ну же, ну же, кто это мог быть? Время бежало неумолимо. Летело, будто комета сквозь пространство. Что ж, педанторец, твое время истекло? Раздался металлический голос. Корта корол вздрогнул. Тармшто из силы ударил три раза по полу хвостом. Стены задрожали. Чудовище медленно приблизилось к Эрону и спросил. Так что же встретил мраал? И тут корта корола осенило. Он вспомнил старую педанторскую шутку. Шутку, которую ему чуть ли не каждый день рассказывал коротанрид. Да, она была не очень смешной, но верхомный мраал находил в ней что-то особенное. Я знаю ответ, улыбнулся корта корол. Это был камень. Этот противник был камнем. Булыжник и педанторец поспорили, кто дольше промолчит. Через два оборота планеты булыжник умолял педанторца произнести хоть слово. Любимая шутка Куратанрита. Наступила гнетущая пауза. Тарм с подозрением посмотрел на Эрона. Арудор не мог пошевелиться от ужаса. Он думал, что все пропало. Тенку засмеялся и ответил. Ты действительно знал Куратанрита? Ближе, чем кто-либо. Раз он доверял тебе, то и я последую его примеру. Я приветствую тебе, Куртак Арул, и с величайшим доверием дарую тебе Мирагион. Уверен, что он будет в надежных руках в это непростое время. С этими словами Тарм отпустил Арудора, взял одно из клешней артефакт и протянул его Куртак Королу. Эрон бережно взял Мирагион и осмотрел его со всех сторон. Куртак Арул, спасибо! Обнял в порыве радости Эрона Арудор и обратил внимание на артефакт. На нем что-то написано. В час опасности страшной и беды большой Кальона вас поведет за собой прочитал Куртак Арул и с недоумением покосился на Тарма. Что это значит? Ответ на этот вопрос знал лишь Курат Анрид. Ответил Тарм. Возможно ему было открыто гораздо больше тайн чем нам. Разговор педанторцев и Тенку прервали оглушительные раскаты. Через мгновение хранилища потрясли страшные удары. Будто в стены со всего размаху врезались болиды. Пиковые стены дрогнули. На пол попадали обломки. Это война Карардата! Воскликнул Арудор и тут же превратил правую руку в пушку. В сердце вспыхнула ярость, дуло засияло ярко синим. Вы окружены! Сдавайтесь, Кортак Арул! Послышался голос снаружи. Что же делать? запаниковал Арудор и бросился к входу. Он осторожно посмотрел в трещину в стене. Да хранит меня кальйона. Их слишком много! Нам не прорваться. Я выведу вас! Сказал Тарм и наклонился, чтобы педанторцы смогли забраться на него. Скорее! Времени нет! Что ты предлагаешь? Спросил Кортак Арул. Мы прорвемся с бом через их порядки и устремимся через Коранский тракт в сторону Тарбадона. Ответил Тарм. Это древние подземные шахты педантора, откуда возили материалы для постройки столицы. Держитесь крепче! Хорошо! Согласился Кортак Арул. Арудор! Скорее! Эвар согласился, быстро взобрался на Тарма и помог Кортак Арулу. Змей расправил острый будто сабли конечности, оскалил полную гигантских зубов пасть, издал страшный рык и устремился в сторону выхода, разрушая массивным телом и длинным хвостом колонные алтари. Осаждающие в ужасе разбежались в стороны, когда из хранилища, с грохотом проломив вековые стены, с оглушительным обломки стены разлетелись в стороны. Войны мраала обороны открыли огонь из всех орудий. Ярко-синие заряды откалывали от Тарма куски, ранили его. Но это не остановило могучего Тенку. Змей мощным ударом хвоста смел группу нападавших. С яростным воплем, продолжая получать попадания, Тарм продолжал сражаться, пробивая путь через окружение. Объятый яростью битвы Кортак Орол и Арудор посылали ярко-синие заряды из магмы один за другим, сражая воинов у Карардата. Тарм устремился вперед и мощным ударом лезвий вспорол землю. Вверх поднялся столб вековой горной породы. Несколько воинов мраала обороны отлетели в сторону вместе с обломками. Тарм, нужно прорываться вперед! воскликнул Арудор, отстреливаясь от наступающих. Еще немного, давай, давай! Занервничал Кортак Орол, прижимая грудью Мирагион. Тарм яростно сделал рывок и разбил последний рубеж обороны. Орудия нападавших разлетелись в стороны. Путь был свободен. Змей что есть мочи помчался вперед, ни на мгновение не сбавляя скорость. Долго еще педанторцы слышали выстрелы, крики воинов, призывы отправиться в погоню. Но вскоре гул боя стих. Беглецы вышли на Каранский тракт, оторвались от преследователей и устремились к Тербадону. Путь был долг и опасен. Вновь путникам приходилось хорониться за пеленой скал, и выступав, чтобы не попасться на глаза патрулям, заполонившим небо слона звезды. После долгого пути они наконец достигли Тербадона. Тарм осторожно заполз в широкий туннель и скрылся под землей. Педанторцы были в безопасности. Оторвались. Подытожил Курта-Карол и слез Стэнку. Они теперь нас вряд ли догонят. поделился мыслями Арудор. Мы выиграли немного времени. Нужно использовать его, пока Укар-Ардат не послал за нами в погоню. С этого момента наши пути расходятся. Курта-Карол будем искать остальных тенку. Сказал Курта-Карол и отдал Тетрайдер змею. Тот осторожно взял его, спрятал между зубами и сказал «Да будет так. Я проследую к Педанторису и схоронюсь там, где никто меня не найдет. Как только вы закончите свой путь, призови меня, и я обещаю, что откликнусь на зов». «Спасибо, Тарм», поблагодарил змея Арудор. «Без тебя мы бы не прорвались». «Я всегда рад помочь друзьям Коротанрита, Арудор», ответил змей. «Прошу простить, что так обошелся с вами. Надеюсь, вы не держите на меня слово». «Нисколько», замотал головой Эвар. «Что ж, пора в путь». «До встречи, Тарм. Пусть Малис озарит твой разум». Попрощался с хранителем Корта-Карол. «А дух будет крепким, как Арканат», ответил змей и устремился в сторону Педанториса. Корта-Карол и Арудор вновь остались вдвоем. «Что ж, Арудор, пора в путь», сказал Корта-Карол. Эвар усмехнулся, достал карту и ответил «Да светит нам путь, свет кальйоны». С этими словами педанторцы отправились на поиски второго Тенку. А между тем пламя войны все разгоралось и разгоралось, охватывая все больше и больше уголков педанторской империи.